Мы поговорим сегодня о скрытых возможностях человека и о подсознании. В нашей студии удивительные гости, мы рады их вам представить. Это Ирина Шпагина, организатор приезда в Россию, Рефик Куак-Маза и Рефик Куак. Мы с основателями системы языка и чудеса подсознания. Доброе утро! Доброе утро! Сегодня общаться нам будет помогать переводчик, нам будет кулай. Итак, первый вопрос. Рефик, ваша система называется язык и чудеса подсознания. Что такое язык и подсознание, как можно договориться и можно ли как-то обладать связь с этими духовно-сознаниями? Здравствуйте! В этом году мы поговорим сегодня. Здравствуйте! Мы поговорим сегодня. Есть язык, на котором разговаривали люди, и они любят его понимания. Животные начали понимать язык растений, так как растения, помимо того, что общаются с другом, они оздоравливают их другом. Животные научились их языку и научились себя оздоравливать этим языком. Супер. 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 Затем на землю пришли люди, которые научились этому языку о дереве и животных и научились оздоравливать сами себя. Все деревья понимают друг друга, оздоравливают, животные понимают их язык и понимают себя. Люди точно так же понимали ранее деревья, животные и путем этих познаний могли себя оздоровить. Люди перестали понимать язык. путем того, что он закрыл, и перестали уметь пользоваться подсознанием. Вы не знаете, что он был, но он был, и не был. Мы забыли об этом языке, и путем своих работ я снова восстановила этот язык для детей. Можно я добавлю? Подсознание с нами постоянно разговаривает. Часто мы этого не замечаем, и бывает такое, что когда, допустим, человек сильно загоняется в себя, ну вот бывает, работаешь, работаешь, прям все ставишь на поле да и работай, и в результате что делает наш организм, или наше тело, да? Оно просто ломается, оно или попадает в аварию, или еще что-то. Но видите, когда подсознание нам дает какие-то эти силы, знаки «остановись», «перекрати», и мы их просто не слышим, не учитываем. И вот еще как яркий пример подсознания – это сны. Мы очень часто видим сны, и путем этих снов с нами с нами разговаривают. То есть это важная информация, используя которую мы можем сцелить, да? Просто дело в том, что у нас признак, ну как, часто мы говорим, что сон значит то, что очень много сонников выпущено. У Рафика многое понимание этих слов, может быть он сейчас тоже поделится. «Он это из методик постановления, которые уже есть». «А, то есть это методики, которые существовали там около 12 тысяч лет назад?» «Да. Они, по слов Рафика, получается, что имеются в разных методологиях древних, которые идут из скандинавских, из индийских, из германских. И все, что связано с ней». «Давайте поднимемся к снам. Вот очень многие люди во сне летают. Можно ли, как это можно понять? Ну, поняту. Если вырыли, летаешь, значит растешь. Другой интерпретацией мы не знаем». «Олифик, мы не сонна, ты и алсанда. И чех, сонна, а юрил, и штуну, и сьё. Не гимнэ, не гимнэ, не гимнэ, не гимнэ, не гимнэ. И п?' «Я люблю всё, которые ждут. Мнижэн н敢 или нежchten, urarми многих дурств, я не могу понятьмерику такую тоже нет». «Мнижэн нённо растет частью牌. Уверситет valuearyomnэ. Мария Жаня, куда онนนнэ해. Он расскажет вам свой сон и что он значит. Давайте попробуем. У нас осталась одна минутка. Можем успеть что-то сделать? Давайте, закройте глазки. И если вы, допустим, сейчас могли вспомнить свой сон, все те образы, которые во сне приходили, вы можете как-то превратить в одно животное? Не думая, не размышляя. Просто первый символ, который вам приходит в голову, это какой? Тишинь. Тишинь. Никитин. Он предохранен. У нас очень отдельный человек, посвящен�ату с людьми, Он очень много людей. Он всегда цепит за собачку, он всегда спешит на помощь своим друзьям, он старает всем помочь. Такой человек противодействует. Но надо не забывать, что каждый раз у нас состояние меняется, и это животное у нас будет постоянно трансформироваться. Об этом как раз на своих занятиях, в своих рассказываниях. Давайте о них расскажем. Да. Ясно учу тебя в цехе, когда консервировано. Ясно учу тебя в цехе, когда консервировано. Говоря о вашем сне, в котором вы летаете, он говорит, что человек летает до лета, когда он меняет свое положение. Он не может начинать расти, морально расти, и поэтому он видит эти сны. Вы в связи с этим можете познать, если посознать. Спасибо огромное нашим Настям. Невероятно интересные, полезные, загадочные позиции у вас были. 21 и 22 сентября состоится семинар. По телефону, который вы сейчас видите на экране, вы можете задать всю подробную информацию и записаться на этот клиник. А более подробно про возможности этой клиники. Сегодня поговорят наши коллеги в программе «После новостей». Так что смотрите обязательно вечерний эфир на телеканале. Мы продолжаем нашу программу. «После новостей» «После новостей» «После новостей» «После новостей» «После новостей»